В нынешнем году, объявленном президентом Российской Федерации годом памяти и славы, все мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Отцвет юбилея Великой Победы лежит на всем, что связано с испытанием подрастающего поколения. Особое значение придается месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который торжественно был открыт 23 января в городском Доме культуры. Славянский район – один из лидеров Краснодарского края по организации военно-патриотической работы среди молодежи. Участие в краевом месячнике дает прекрасные возможности для активизации этой нужной и важной для всех нас деятельности. Все, кто участвует в организации многочисленных мероприятий, считают, что в юбилейный год необходимо особенно постараться, чтобы заинтересовать юных славянцев, сделать так, чтобы нестареющие духовные ценности стали для них близкими. И мы свято чтим своих товарищей, память о своих товарищах. Вот в субботу у нас будет автопробег по Славянскому району, непосредственно, где мы посетим могилы и школы, где учились эти ребята. Мемориальные доски у нас, нашими усилиями установлены в школах многих нашего Славянского района. И завтра у нас проводится большое мероприятие, организованное в нашем клубе «Саланг» в Станице Анастасиевске. Мы посещаем школы нашего сельского поселения и детские сады также. Работаем с ребятами. Мы постоянно с ветеранами, с казаками бываем в шестой, в восьмой школе, в седьмой. И все рассказывают, как все это было в период войны и после войны. Я считаю и считал, что каждый, живущий не только в нашем районе, в нашем поселении, должен историю знать сначала и до конца. В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» волонтеры в фойе городского дома культуры раздавали листовки и 125 граммов черного хлеба, напоминая славянцам о мужестве и стойкости ленинградцев, переживших фашистскую блокаду. Нам рассказывают о том, как наши прадеды, вообще, как наши близкие воевали, рассказывали о том, какие подвиги они совершали, о том, что они сделали для нас. Рассказывают нам также о том, как праздник появился, что должны делать мы на этот праздник, какие у нас будут различные мероприятия. Славянский историко-краеведческий музей и поисковый отряд «Кубанский рубеж» представили выставки, посвященные Великой Отечественной войне, которым трудно было остаться равнодушным и пройти мимо. Мы имеем счастье жить сегодня, поэтому мы должны это чтить, хранить, помнить. Ну, а если в этом хочу сказать, что вот, как поисковый отряд, мы, кроме всего, вот, постоянно, круглый год ведем большую поисковую работу по поиску, вековечиванию памяти погибших защитников Отечества, как на территории Славянского района, так и сопредельных районов Краснодарского края. По доброй традиции открытие месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы, который в нынешнем году проходит под девизом «Год памяти и славы», прошло в форме торжественного собрания. В числе почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и узники фашистских концентрационных лагерей, собравшиеся, приветствовали их стоя и аплодисментами. В своем выступлении глава Славянского района Роман Синеговский поблагодарил за вклад в общее дело ветеранские и патриотические организации, педагогов и поисковиков, подчеркнув, что нынешний месячник проходит в год 75-летия Великой Победы, и это накладывает на всех особую ответственность. «Занимаясь воспитанием детей, мы учим их любить Родину, уважать военную историю России, гордиться подвигами ее защитников в тяжелые военные годы, бережно хранить историческую память. Мы хотим, чтобы наши дети выросли настоящими людьми, честными и порядочными, были готовы служить своей стране, быть ответственными за ее судьбу. В этом и есть смысл всей нашей работы по военно-патриотическому воспитанию». Учащимся 16-й школы имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца было представлено почетное право возложить корзины с цветами к мемориалам в парке 40-летия Победы. Не должны быть забыты подвиги фронтовиков и славные имена ветеранов войны. «Слова благодарности мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны, друженникам тыла, узникам концлагерей, детям войны, на плечи которых легли непомерные тяжелые испытания, испытания войной. Но они с честью прошли их и стали победителями. И в этом году, благодаря их подвигу и память о них, уважение, мы празднуем 75-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне». Эстафету памяти продолжают нести правнуки солдат Победы. И эта память помогает молодежи быть достойными наследниками славных дел. «Как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наша сила внутри нас самих, в единстве нашего народа. Сегодня мероприятие в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы – это дань уважения ветеранам и напоминания нам, нашим детям и внукам, о том, какую большую цену они заплатили за мирное небо над нашими головами». Для всех собравшихся на торжественное мероприятие лучшими творческими силами района был дан отличный концерт. «Спасибо вам, родные наши деды, за ваши задушевные беседы, за песни о дороге фронтовой, по чести и ослаливай его». Итак, месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Славянском районе стартовал. Впереди нас ждут многочисленные мероприятия, уроки мужества, автопробеги, конкурсы, соревнования и викторины. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова